Вчера в зале заседания районной администрации прошло совещание работников здравоохранения Хасавертовского района. Перед началом совещания главный врач Хасавертовского района Центральной поликлиники Ищих Магомед Дугуджев представил гостей. Это руководители медицинских страховых компаний Ольга Федоровна Сатыбалова, руководитель медицинской страховой компании МАКС и руководитель Объединенной межрайонной ФОМС Магомед Бек Раджабович Исмаилов. Им и было представлено слово в первую очередь. Ольга Ивановна в основном говорила о правильном заполнении медицинскими работниками сельских медучреждений истории болезней больных, где очень много ошибок. С большим уважением ко всему коллективу. И вот хочется в начале рабочего года сделать некоторые замечания или какие-то напутствия для того, чтобы у нас не было потом проблем с штрафными санкциями по страховым компаниям. Ну, как вы знаете, у нас в этом году перитурбации большие в сфере обязательного медицинского страхования. Были московские комиссии всю осень. Очень большие штрафные санкции были наложены на лечебную сеть Дагестана. Сами проверяли, московские врачи приезжали, выездные прям команды, и они проверяли все истории. Ну, честно говоря, плачевное было такое состояние. Ну, мы как могли старались обелить наши лечебные учреждения. Но мне бы хотелось еще раз вам напомнить, что комиссии проходят, но страховые компании, они остаются. И за все недостатки наших лечебников приходится потом снимать штрафами все эти вот наши ляпы, так скажем. Ну, вот при всех перитурбациях и при всех нововведениях, которые вводит ваш главный врач для улучшения работы, мне бы хотелось отметить, что в оформлении медицинской документации практически никаких сдвигов нет. Так, один месяц бывает чуть вроде бы лучше, некоторые лечебные заведения оформляют мед документацию. Но второй месяц просто вот, ну, хочется бросить эти истории и вообще ни одну не проверять. То есть вы, ну, все такие солидные люди, вы все знаете, как это все делать. Или вы не доносите эту информацию до своих врачей, которые с вами работают и оформляют эти документы. Или у вас, я не знаю, что-то надо повторить про педагогическую внутреннюю болезнь и стандарты обследования лечения больных. То есть там такие интересные бывают истории болезней, что просто я не могу отвлекать от работы вашего главного врача, но иногда хочется взять эти истории, принести на стол и спросить, кто это у вас работает. Врач, допустим, с высшим образованием или вообще неизвестно, кто написал эту историю. Мало то, что диагнозы там, ну, просто никакие. Плюс вы продолжаете ставить диагнозы, которые вы не имеете права лечить в участковых больницах, о которых мы уже сто раз говорили, острую сердечную патологию, острую патологию нервной системе. Вы все равно продолжаете ставить. Продолжаются случаи перекрещивания лечения в двух стационарах разного уровня и Махачкалы, и Хасавертовского района, и города Хасаверта, и перинатального центра. Ну, когда у вас больные лежат, вы должны у них спросить, вы не обращались ли вы куда-нибудь, не стоите ли вы где-то на учете за это время, не получаете ли вы где-то больничные листья и так далее. Но без этого нельзя работать. Нужно со своими больными, которые у вас лежат в этот период, какой-то находить контакт, чтобы вы в курсе были всех их дел. И берите, пожалуйста, телефоны этих больных, чтобы при каких-то конфликтных случаях можно было подтвердить, что этот больной лежал действительно только у вас, а не в другом лечебном учреждении, где он прошел в это же время лечебный процесс. По жалобам мне еще хотелось несколько слов сказать, потому что продолжаются жалобы, причем уже просто до абсурда доходят, когда люди спрашивают расписание ваших врачей в поликлинике, расписание ваших врачей в диагностическом центре здоровья, то есть есть там врач или нет. И они звонят сейчас сразу на горячую линию, и нам приходится вообще узнавать, есть ли в наличии врача в это время в диагностическом центре. Но у вас есть главные врачи в амбулаториях, в участковых больницах. Почему к вам не приходят эти больные? Почему они сразу звонят на горячую линию? Или, значит, им там хамяют, их откидывают, что они боятся к вам подойти. Ну, давайте работать нормально, я не могу по каждой такой мелочевой жалобе, мне нужно прозвонить на горячую линию, прозвонить больному, прозвонить главному врачу, потом нужно обратно узнать больному, этому помощь оказали или нет, потом нужно мне позвонить на горячую линию, объяснить, какую помощь мы оказали. То есть я полдня занимаюсь одной жалобой, и выслушивая все эти претензии ваших больных, которые абсолютно спокойно можно было решить на месте. По историям болезни. За пять дней по закону о медицинском страховании мы предупреждаем о том, чтобы вы принесли историю болезни. Будьте так добры. Вашу группу, ваш вот представитель, она всегда скидывает, я ей прозваниваю, она вам скидывает объявление, когда и куда принести историю. Будьте так добры приносить историю. Кто не будет приносить историю? Мне проще всего взять и снять кодом непредоставления медицинской документации. То есть я могу взять и в этот месяц полностью снять с оплаты эту врачебную, ну, участковую больницу или дневной стационар. И не надо мне потом звонить, я вас очень прошу, я вас всех уважаю, ничего личного. Но почему я должна бегать за вами, за вашими историями болезни, которых вообще нет? Значит, вы не работали, вы ничего не подали на экспертизу. Дальше. В каждой истории болезни, каждый главный врач должен описать экспертизу первого уровня, провести каждую историю, которая подана на выписку. И там должна быть ваша подпись, чтобы потомщик Магомед Ашлан Алиевич не говорил, что вот вы Ольга Федоровна что-то очень строго. Тогда уже не с врача надо будет спрашивать, а с вас, если вы не доносите эту информацию до своих докторов. Будьте так добры, проводите экспертизу, каждую историю болезни, которую вы отдаёте на экспертизу. Тогда, может, меньше будет всяких замечаний, потому что вы её вернёте своему врачу и заставите её доходить. А вы даже не смотрите, что ваши врачи пишут и сдают. Значит, один раз в неделю у вас должен быть общий обход. Не забывайте, что вы главы своих лечебных учреждений, вы должны контролировать работу всех уровней оказания медицинской помощи. Должен быть обход главного врача, и там ваша подпись. Не просто должен врач написать общий обход, там должна быть подпись общего главного врача. Первые страницы вы не оформляете. Нет, если просто закорючка стоит, то нет фамилии врача, который ведёт этого больного. Нет фамилии главного врача, который здесь работает. Будьте добры, опознавательные знаки свои оставляйте. Я не говорю уже о РВИ, ВИЧ, гепатитах. У вас сейчас вы начали работать, по-моему, да? Уже с Бунарской лабораторией. Значит, никаких 70-60% обследований у вас не должно быть. В каждой истории болезни у вас должно быть полностью оформлено обследование по стандартам медицинской помощи. И ещё одно замечание, которое вы всё время упускаете. К вам больные приходят в основном в плановом порядке. Этот больной в плановом порядке должен полностью быть обследован на догоспитальном этапе. То есть первые анализы вы должны его, вернее, принять с этими анализами уже. Вы его не должны укладывать без анализа. Только экстренных больных вы можете поможить и обследовать. Тогда же вам проще будет. У вас не будет столько вопросов к этим анализам. Они у вас уже должны прийти с флюорографией, с электрокардиограммой, с биохимией, с общими анализами РВИ, ВИЧ, гепатиты обязательно. Тогда вы не будете говорить, что вы взяли история прошлого месяца, а вы умудряетесь говорить, что у нас взяли, а анализ ещё не пришёл. Мы делаем экспертизу по предыдущему месяцу. Какие отговорки могут быть? Это если я приехала сегодня, а у вас в истории нет, вы можете сказать нет анализа. Но если мы в январе проверяем декабрь, то, извините, уже все анализы, наверное, должны были давно прийти. Оформление вот этого добровольного согласия, к нему сейчас очень серьёзное отношение. У вас есть банки в некоторых участковых больницах, ну, я не знаю, где вы их взяли, они-то настолько минимальные, там, какие-то, как карточки. Я вас прошу, вот у вас же орфметод кабинет есть, взять где-то, найти стандартный, есть такой большой лист, где всё-всё-всё описано, прописано, на что согласен больник. И у вас не должна это заполнять медсестра с подписями её же. У вас там должен расписываться каждый же страхованный. Потому что любая конфликтная ситуация, это всё ляжет на вас. И вы будете выплачивать через суды вот эти штрафные санкции уже из своего кармана. Если у вас этого добровольного согласия на то, что он пришёл, лёг, получил то, что вы ему провели, нет. Дальше, температурные листы. Температурные листы должны быть заполнены ежесуточно. У вас каждая медсестра утром-вечером должна померить давление и температуру. У вас эти температурные листы, у некоторых участковых болезней наклеены вообще сверху на историю. Не клейте. Я отрываю, отрываю, всё равно вы клейте. Первый лист истории болезни должен быть читаем. То есть на нём должно быть всё написано, вообще что это такое. Медицинская документация или не пойми что. Все внутренние листы, где вы делаете какие-то записи, не должны быть заклеены вашими анализами и какими-то выписками прошлогодними. Два-три года назад выписки из стационара вы всё клеите в историю болезни. Не надо этого сделать, это никому не нужно. У вас сейчас подушевое финансирование. То есть вы получаете деньги за каждого больного и за то, что вы делаете в эти 10 дней, которые он у вас лежит, и за то, что он прошёл лечение или обследование два года назад в какой-нибудь больнице, вы деньги не получаете. И вам это никто не оплачивает. И всё, что ему было сделано, то лечебное учреждение уже оплатило ему. В свою очередь Магомед Бек Исмаилов говорил об изменениях в работе межрайонного ФОМСа и реструктуризации её подразделений. Уважаемые товарищи, мне очень приятно сегодня со своим коллективом посетить вас, ознакомиться, определиться с задачами, которые перед нами поставлены. Ольга Фёторовна опередила нас, она активный товарищ, Макс, страховая компания. И видите, она очень много, что предстоит делать, она, наверное, изложила. Я просто хочу вам сказать, что у нас произошло. Вы прекрасно знаете, последние три месяца у нас идёт, будем так говорить, очень много изменений внутри территориального фонда. У нас была ревизия, около 30 человек, два месяца, три месяца сидели, проверяли. Заново проводили реструктуризацию структурных подразделений. Мы прошли аттестацию, я, например, первый раз прошёл, оказывается, это очень полезная вещь. Там и юридические документы, и медицинские документы, все приказы и так далее, и так далее. Для нас, как работников, это, медицинских работников, это оказался такой очень нужный момент. Потом, сейчас у нас завершился вот этот всё процесс восстановления или очищения. У нас около 100 человек сократили, из 341, у нас сейчас в центральном фонде осталось 241 человек. Так, из 20 филиалов сделали 10. В ходе совещаниящих Магомед Дугужев натерил основное внимание медицинских работников, лечебных учреждений и населённых пунктов района на рабочую дисциплину. То есть, врачи должны в рабочее время находиться на местах. С теми, кто игнорирует данные требования, разговор будет короткий, сказал он. Также отчитались о проделанной работе и другие врачи-специалисты Хасавюртовской центральной районной поликлиники.